У нас плотвенный час, изменил дистанцию, встал немного ближе, встал на ракушке, на самом подъеме. И вот чудо, там вот просто стало с первого заброса клевать плотва, сносит фидер буквально на 5-7 секунде. Меня такая история устраивает. Сейчас рыбка такая 100 плюс клюнет. Я думаю, если мы ее раскормим, удастся ее увеличить в размере, потому что в этих краях водятся реально батонистые такие мамки, там 600-800 килограмм. Понятно, не всегда она клюет, но в целом можно попасть на хорошую рыбалку. Осень неимоверная, друзья. Поэтому есть время, есть возможность. Посмотрели погоду, нету дождя, нету заморозков, на рыбалку. Правильно говорю, Павлович? Совершенно верно. Крепкого и горячего чаю из дому, в дорогу. Без него никак. Ну давайте для хорошего кадра на грудь. И... Оп! Джипа! Оп! И прям ведерочко. Кормушки все полощат, Павлович, а мы с вами трощим. Потому что мы на правильной кормушке, я уверен, они не на кормушке. Они не на кормушке, они на 70-е какие-то, что-то там, я слышал. Какие-то там эти, те... Два-три мотылика в кормушке и пару пиночек. И жмут мотыли на крючок. Ага. Что, секунда была, я даже не успел вымотать слабину. И Василий снова, да? Ага. Давайте этот палочек в... Ну мы играем, когда там ловим верховодочку, типа в десяточку. Ага. А здесь пятерочку поиграем. Давайте. Пять рыбных? Что сказать? Пограем давайте. Начали же. Получается, сколько у меня? Четыре. У меня есть, конечно, секретная пенка. Я не знаю вообще, как это... Попробовать. Как это... Не-не-не, как это считается. Да, вот для такой рыбалки на самом деле не хватает нам сейчас грунта. Грунта от НХНЛ. Мы его просто-напросто не взяли с собой. Очень поспешно собирались. Но я думаю, он бы здесь как раз увеличил интенсивность поклевок. В чем нюанс? Плотвы ее не так много, и мы своими кормушками ее перекармливаем. И тонкая грань между размером кормушки и темпом. Да, вот сейчас мы ловим на относительно большую кормушку, пытаемся подобрать оптимальный темп, но это все пока не дает там каких-то фееричных результатов. Рыба клюет, она... Такое впечатление вот активное приходит, собирает наживку. О-о-о! Мы ее достаем, дальше уже такая рыбалка ковырявная. Такая, похоже, плоточка граммов на 150-200. Ну, чуть-чуть меньше ожидаемого, но приятное. Тут судаки классно, кстати, клюют на бычка. Кто судаки? На бычка клюют классно, если пробрекать покровку. Там загибоны такие, да, наверное? Ну, да. Оп! Клюв пошел у нас парки. Учерпаем под саками, не? Тянет... Ну, давайте, ну что же, вы так его тянете, как... Нет, он где-то только шел, все заблукал. Или не черпаем? Черпаем, черпаем. И улыбушечка. Не, ну, хорошего, мимо, поводка. А, или есть поводок? У нас будет таких клещей пофотографировать. Келухи в осеннее время, на самом деле, очень нечасто клюют. Так на Дисне мы там 5-6 рыбах, а тут уже 4. Так, ну-то вообще какой-то непорядок. Какое-то недоразумение. Рыбное недоразумение. Мы же начали уже играть пятерочку, да? Хопа, палыч. Вырываю себя вперед. Просто, понимаете, система мотивации неправильно посещает. Давайте пятерочка, и тот наливает. О, вот так даже. Да, ну, мы же не будем там... А я поводок, надо пить, снять. Нет, не пить. Палыч, я, по-моему, вырываюсь. Немножко даже. Опа! 3-1. Там люди садки уже набивают, а мы с вами тут в холостую гоняем. Палыч, я придумал вам конкурс. Ну, понятно, сколько литров чая было выпито, это раз. Это хороший, это самый лучший. Да, а второй, сколько под лисей мы поймаем на двоих. Давайте мы же это сейчас с двух рук встанем да наловим под лисей. Ну, гулять, сколько у него какаши выпадает. Одна уже на стол ляпнула, а вторая он висит еще. Жрет. Такие вот под лисей, ну, это самый мелкий. Палыч раздает. Мы сейчас продолжим. Какая-то гуляет. Ого! Вот так, я еще кто-то покусал, смотри. Да, подертая. Интересно, сейчас или раньше? Ну, я думаю, не сейчас. А нибка-то какой красивый палыч. Тай погодка. И погода идеальная. Так, еще раз пару забросов на плотну. Если она не соизволит проявить активность, да? Не, просто этого под лисей прикольно ловить. Мне типа нравится вот это его. Пластический козел. Аккуратно так взял, что даже положилку. А давайте я вам... Сейчас вам еще беру камеру не... Ну, это я вам скажу не 400. А вот это оно, да? Ну да. О, палычи, точно. Давайте хоть подлещиков этих наловим, чтобы красивую фоточку сделать. Подлещевую. Подлещевую. Чтобы попали на раздачу лещей. Вот так. А у меня густера. А я думаю, у кого из нас клюет. Сейчас. Не, ну, я вам скажу, мы так по чуть-чуть кидаем ее, она там, ну... Копится. Да, я думаю, что может килограмма 3-4 есть. Ну, темп хороший. Да. У меня сейчас 30 секунда, и это подлещ, подвасек. Ого. Так, стой. Приятно тягать. Нет, тут хоть какой-то вес, ты его там... Да играешься с ним. Сейчас эстетично в подсадочек так. Пошел потечет. Да. Так что, пожалуйста, поводок. Это я его перетянул. Минус одна рыба для хорошей фотографии. Готов потачивать, если там не водоросли. Не, не водоросли. Не должно быть водоросли. Ого. Чик-чик-чик-чик. Одной рукой снимаю, второй он загибает. Опа. Закрывайся голубой. Все вот так цепляются, да? Один, да. О. О. Вот эти. Приятный. Ну, это или кормушка не вымылась, или это самый большой Василий за сегодняшний. Гляньте. Гляньте, 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 гляньте. Оп. Палыч, ваши ставки. Силот 200. Ох, бис-бэй большой. Так, ну это рекордный сегодняшнего дня, не? Ого. С опарышем, кстати, взял. О. Между делом. Если что. Надо попробовать. Ого. Ого. Ну это уже хоть что-то на 400 похоже. Увеличиваешь двое. Мы с вами просто в две руки плющим их как-то. Давайте еще пару часов в рыбалке, чтобы у нас там 10 килограмм было. Ага. Я специально взял карповый мат. Та-па. Нет, почти так тоже самое. Минус два. Ну только в самом начале клюет. Ну у нас с Палычем реально сейчас клюет, типа, ну, вдвоем сразу в лед. Настолько прикольно. Подлещи. Я одного такого грамма на 400 даже. Палыч, это что-то достойное или вы так? Да, опять балуюсь. Кормушка не вымылась? Выгуливаю, кормушка играет. Вы хотите, чтобы он там от старости убил? Нет, что-то это упирается здесь постоянно. Какую-то. Ага, кормушка под дно уже. Чуп-чуп-чуп. Она уже в дно простукиваю. Так, переводим сейчас на... Оп, смотри, как вы смотри, смотри. Ого! Вода прозрачная, вид видок, конечно, шикарный. О, давайте сейчас делаем хорошие кадры. Палычи, две секунды. Подводите мне его сюда. Мы же видео снимаем, правильно? Мы же не... О, и отпускайте его, пусть он там поиграется. Я боюсь, это... Скажут, дохлой рыбой приехали на рыбалку, на крючок нацепили. Причем со своей еще. Ну да. Так, показываю вам. Это палыч уже просто забрасывает, вынимает, забрасывает, вынимает. Иди сюда. Оп. Все. Сейчас вам расскажем о снасти. Берег курит, а мы ловим. И секрет, он достаточно прост. Такой многокомпонентный. Вот, ну, сейчас обо всем по порядку. Прокомментируйте, вы сейчас в центре внимания. А, уже? Да. Рыба ловится. Наживка работает. Так, в кормушке вымывается. А хватит этой рекламы. Вы скажите, вот секрет успеха, раз, два, три. Раз, два, три. Секрет успеха. Как по заказу. Монтаж. Раз. Монтаж работает, точка. Работает. Работает. Дистанция работает. Кто там, Пандорина? Так, а еще и рыба. Да, рыба. Что есть? Палыч. Да. Трофей на себя. Там мы-то не против подонжечь. Надо сейчас походить будет. Я предлагаю еще минут 20, полчаса половить. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там творится? Отворится там. Загибака. Загибака. 15 сантиметров поводок, Палыч. Ух ты. Какое спортивное изобретение. Ну, они такие реально борзенькие. Вот, ничего-ничего. А потом ни с того ничего начинает торнуло. Вот, это ничего себе густарень. Неожиданно. Да. Такое. Учисляющее. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Причем она очень дерзко клевала. Голодная, наверное, была. Хотела полакомиться. Я тоже бы уже не отказался, если честно. Что-то бы поесть. Ну, пока, увы. Да, словом, клевы у нас прекрасны, как для этого времени года. У нас клюют подлещики. Ну, конечно, 300-400 их назвать нельзя. Может, один там и 300 перебил. Все остальное такое 150-250. Клюют они исправно. Обычно 30-40 секунда. Платвы крупной нет. Все милюзга. Уже, честно, надоело. Уже и хотелось бы пообедать. Поэтому будем разводить костер. И вперед. Мы правильно подобрали объем кормушки. Мы правильно подобрали длину поводка и наполнение животных компонентов в нашем корме. Отлично работает резанный опарыш. На крючке это мотыль. Мотыль с опарышем. Для визуализации насадки. Таким образом, рыба быстрее ее находит. Вот. При кормку прекрасно добавлять пинку в небольшом количестве. Так сказать, базу, чтобы она там постоянно была. Ну, и мотылечек. Он, конечно, сейчас в фаворе. Оп. Чуть оборвался, представляете? Ну, подлезь. Думаю, такой меня подняли с глубины. Причем клюнул он явно на 30 секунде. Чистая вода вынуждает нас сегодня использовать очень тонкие поводки. Это 0,1, 2,0,9. На поводки толще, условно, 0,12. Плюет в два раза хуже. Мы раскормили рыбку в то состояние, когда подлещики берут на 30 секунде. Вот, ну, нужно себя заставлять аккуратно эту рыбку поднимать, потому что, ну, мы достаточно быстро и агрессивно вываживаем. Маленькие крючки, как всегда, в топе. Тридцатая секунда в аккурат. При кормке резаный опарыш, немножко мотыля, рассыпанная пиночка. Все достаточно деликатно. Корм черный. Мы там не пожалели краски. Поэтому, если вы отправляетесь на рыбалку, в позднюю пору холодную, обязательно попробуйте. Ух, какой хороший подлец. Обязательно попробуйте использовать краску. Он на приплогу отторвился. Осенний красавчик. Вот такой вот. Сейчас мы их поставили просто в пулемет. Ловим их, ну, я не знаю, можно поймать их килограмм, наверное, 15 за суточную рыбалку, за дневную рыбалку. Но нам этого не надо. Мы сейчас часок потемпуем, вспомним, что такое фидер забрасывать. Вот. И будем продолжать. А вас я традиционно хочу отблагодарить за просмотры и комментарии конкурсом. Мы с Сергеем Палычем ловили сегодня в один садок. Ловили подлецей добротно. Мы их пересчитаем. Ну, а вы напишите в комментариях количество наших подлецей. А Сергей Палыч тем временем придумает еще один конкурс, который станет апогеем нашей сегодняшней рыбалки. Ух, как пошел! Что это такое? Рыба? Ну да. Так, стоп, стоп, стоп. Это, наверное, судак. Стоп, отпускайте, 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 отпускайте. Что-то надо сделать. Давайте сюда. А я руками хапану. Ох, чувствую. Давайте мне шнур руками я сейчас потяну. Еще-еще отпускайте, 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 отпускайте. Оп-оп-оп-оп-оп. Все в порядок. Всем, кстати, напоминаю о возможности совместных рыбалок. Это право возникает и поинформированность. Если вы оформляете спонсорскую подписку на канал Страшная Рыбалка, по ссылочке в описании к этому видео вы можете это сделать. Пакеты абсолютно доступны каждому рыбаку. И вы будете в теме, вы будете знать, где что на что клюет. Потому что вот сегодня мы поехали в разведку. Я никого не приглашал, ведь была сомнительная вероятность на успех. Куда бы мы с Сергеем Павловичем не ездили, там был бы всегда пролет. Поэтому мы отправились в тихую, в одиночку, узким коллективом клуба. Но сегодня я отправлю точечку с этим местом прекрасным, к нам в закрытый телеграм-чат. И вы сможете подправиться сюда на рыбалку. Естественно, чат закрытый и секретный. И только спонсорская подписка дает вам возможность быть в теме всех новостей. А я паркую очередного подлеца, причем такого вроде как даже достойного. Видите, поклевка у меня на 23 секунде случилась сейчас. Клев чумовой, раздаем, аж надоело. Многие рыболовы говорят, что они не видят поклевок. И даже такая тема в обсуждениях часто возникает. Мол, нет поклевок, а что делать? Так вот, если вы не видите поклевок, значит проблема в ваших руках и вашей голове. Почему? Опа, палыч, гляньте, кто тут. Чув так они растут на глазах. Оп, они корма подъели. Но это уже 300-400. Опа, гляньте, какой красавельный подлещ. Так вот, это говорит, что у вас реально какая-то лажа с монтажом, с вашей снастью. У вас явно какой-то бок в этом вопросе. И таким образом, все у вас неправильно. Вы не видите контактов с рыбой. Как следствие, вы не видите поклевок. В лучшем случае вы вынимаете рыбу, она уже съела вашу насадку. А в худшем случае вы вынимаете пустой крючок и так постоянно. Вот. Что делать в этом случае? Первое, изменить монтаж. Он может быть у вас неинформативным. Второе, может быть неинформативно. Ну, в целом, компанировка снасти. Это кормушка. Это ваш поводок. Он может быть слишком длинным. И все это нужно менять для того, чтобы добиться оптимальной реализации. Что такое поклевка? Это когда ваша снасть настолько идеально отточена, что вы видите касание рыбы к насадке. Все. Потому что это уже не то время, когда клюет лещь, когда он там прожевал эту насадку, и он там эту удочку срывает. Сейчас такого нет. Сейчас вы пропустили осенью или весной поклевку. Это значит, вы прошлапили рыбу, потому что она вашу насадку просто выплюнула. И была такова. То есть она вас обманула, обиднула. Называйте это как угодно. И это ваш какой-то бок в снасти. И его нужно исправлять методом тыка, пробы и ошибок. Вот. Чем я всех призываю заниматься. Очень часто, кстати, рыба у людей сходит. Мне об этом постоянно пишут. Почему это происходит? Первое, это неправильная кормушка. К сожалению, производители кормушек, они руководствуются статистикой продаж, а не аэродинамикой, а не всплывающими качествами кормушки, а не ее работой на выматывании. Если вы замечали, многие кормушки, когда ты их тянешь, они а, либо как якорь тянутся по дну, это просто, эту кормушку надо сразу выкинуть. Ну, нет таких условий, где можно ловить на кормушку, которая не всплывает, а которая наоборот тянет ко дну. Вторые кормушки сопротивляются, как будто тянешь воблер. Ну, те, кто ловит на троллинг или на спиннинг, они меня поймут. И вот это говорит о том, что кормушка может быть красивая, но ее соотношение длины к форме груза, к ширине груза, к плоскости груза, к конусности груза неправильное. И поэтому кормушка делает вот так. А чем это чревато? Ну, если кормушка всплывает, еще более не менее, но она создает дополнительный... Ох! Палыч! Отстрел такой, слушайте, вечером лещи пойдут. Кормушка создает дополнительные сопротивления, из-за которого рыба сходит. Вот у нас кормушка спроектирована таким образом, что она абсолютно не ощущается на выматывании. То есть она всплывает, груз по отношению к длине самой сетки сделан настолько корректно, что кормушка хорошо летит и хорошо всплывает. И когда ты тянешь льбу, она не противодействует. Выматывание никоим образом не сопротивляется. Вот это архиважно. Многие об этом не задумываются, многие этого не понимают. Многие, конечно, используют поводки 0,3 короткие, где, в принципе, там вероятность обрыва кормушки выше, чем обрыва... Я заговорился. Но подлещик был хороший. Клюнул буквально сразу. Вот поэтому, если вы хотите развивать ваши умения, обязательно оформляйте спонсорскую подписку. Там вы получите ответы на все ваши вопросы. Ведь если вопросы возникают, значит, вы реально хотите развиваться. А развиваться можно только, черпая информацию из первого источника. Относительно животных компонентов. Ну, естественно, мы используем животные компоненты от НХНЛ. Мы используем их в более чем достаточном количестве. Но с наступлением холодов опарыша в прикормку добавлять стоит меньше. В пинку также. То есть, для абсолютно комфортной, правильной рыбалки осенью вам достаточно иметь там несколько сотграммов опарыша, несколько сотграммов пинки, ну и там 50-100 граммов мотыля. Вот этот набор, он позволит вам абсолютно классно ловить на одну удочку. Мы сейчас пропустим. Абсолютно держать темп, удерживать рыбу. Ведь осенью с похолоданием потребность рыбы восстанавливать энергию уменьшается в связи с уменьшением ее передвижения. То есть, она скапливается на ямах, у нее нету таких больших миграций. И, соответственно, ей не нужно такое количество энергии. И питается она менее охотно. Вот. Да, в летнее время мы используем очень много дендробены. Это что такое? Очень много опарыша. Мы его режем. Мы режем опарыша с дендробеной. Все это мы заваливаем. И только тогда приходят лиси. Сейчас же, видите, рыбалка простая. В моем корме немножко пинки. Совсем немножко. Сейчас тут хочу чуть-чуть. Там резаного опарыша. Собственно, этого за глаза хватает, чтобы удерживать лисей. Лисей громко сказано. Пропустил поклевку все. Так вот, если у вас вдруг возникает вопрос, почему вот эти дни сейчас на берегу, в нашем садке, ну так, я думаю, что килограмм сколько? 6-8. 6 точно есть, может 8-9 будет к концу приклонки. И это мы, ну, мягко говоря, чай пьем, ходим, гуляем, общаемся. И абсолютно не интенсивно рыбачим. То есть у нас не спортивный режим. То есть за пятичасовой тур в таких условиях, я думаю, можно поймать... Да что такое? Да и все. Может кормушку бьешь? Ну, можно поймать килограмм, реально 8 на один крючок. Вот. При этом у местных рыболовов, ну, ловы составляют, ну, килограмм, 2-3. И причины тому очень простые. Толщина поводка, отсутствие желания бросать в одну точку, бездумный выбор прикормки. В основном она желтая. И все это совокупно приводит к тотальному фиаско. Когда, конечно, все ловят так, то ты не ощущаешь этой разницы, да? То есть ты вроде поймал там десяток лошадей, думаешь, ну, сегодня не клюет. Наверное, такой день, луна в зените, вот, и все такое. Но когда рядом с тобой кто-то ловит там 10 килограмм, а ты ловишь килограмм, это отдельных людей, которые желают разобраться в рыбалке и тонкостях подхода, стимулируют к размышлению. Таких людей немного. В основном все сетуют на плохое место и поэтому объясняют таким образом свой провал. Но это, друзья, самообман. Мы так же еще так думали, но рыбалка, какой бы она ни была, скажем так, связанной с удачей, процессом, связанной с каким-то фартом, но это все реально системные процессы и системный подход дает системный результат. Хаотичные уловы, они тоже дают какое-то понимание, да? То есть всегда кто-то на берегу ловит больше других. Ну, согласитесь, если это не так, напишите в комментариях ваше мнение, но всегда, всегда где-то так. Я помню, долгое время я приходил на Киевскую набережную и там дедушки ловили леща. Я его тоже ловил, но условно у меня было там два леща за утро и там десяток, два десятка подлещиков и кучу мелкой густеры. И лещи были у меня эпизодичными. У них же улов состоял там из десяти-пятнадцати лещей и на этом, в принципе, ну, заканчивался их улов. У них не было мелкой рыбы. Мне, конечно, очень нравилась темповая рыбалка, весь этот расклад, но в итоге они ловили трофейную рыбу, а я ту, которая клюет. Я начал размышлять, почему это происходит. И для себя выявил разницу в подходах, да? Разницу в ловле крупной рыбы и мелкой. Это снасти, это состав прикормки, это темп, это то, что напрямую влияет на улов. У нас много рыболов, они подвержены этим спортивным тенденциям, которые крайне отрицательно сказываются на их трофеях. Это этот спортивный подход, это так называемый нахвост. Кидайте нить, кидайте нить, кидайте нить. Это приводит к тому, что ваш крючок находится в воде, ну, крайне мало времени. И крупная рыба просто не успевает его взять. И, ну, это минимизирует вероятность поклевки трофея. Палыч, палыч, палыч. В случае с более грубой снастью, ваш крючок дольше находится, соответственно, увеличивается вероятность поимки трофея. И это все процессы, которые, с одной стороны, очень тяжело заметить рыболову неподготовленному, с другой стороны, они абсолютно очевидны спортсменам. Ведь мы всегда строим тактику, не исходя из поимки той или иной рыбы. Мы стараемся поймать больше веса. Считаем средний размер, считаем количество, считаем вероятность поклевок. Все это крайне важно, особенно на чемпионатах мира. Когда каждая минута на счету. И вот когда у тебя остается 15 минут, ты, например, занимаешь там какое-то среднее место в зоне, и продолжая ловлю в том же ключе, ты можешь там подняться на одно место, а продолжая ловлю, изменив тактику, рискуя, да, там, сделав ставку на крупную рыбу. И вот это очень важно делать осознанно, не хаотично, а осознанно. Именно поэтому в рыбалке, конечно, фарт играет роль, не последнюю далеко, но утверждать, что рыбалка исключительно в случае фарта, это неправильно. И снова мимо. Сейчас изменим насадку, поставим одну пиночку и пучок мотеля. Ага, я думаю, кто так теребенькал? Мог быть судак. Вы часто просите писать, какое количество животины я использовал на рыбалках. Это предельно тяжело в моем случае, потому что мы едем обычно вдвоем, втроем, в четвером, но я буду стараться в каждом видео рассказывать вам, какое оптимальное количество животины в тот или иной период, оно актуально. Так вот, сейчас достаточно 200 грамм опарыша, 200 грамм пинки и 100 грамм мотеля для того, чтобы провести, ах, по зубам, полноценную, эффективную и уловистую сессию. Поэтому попробуйте. Я призываю людей, которые хотят развиваться, улучшать свои уловы, не экономить на животных компонентах. Я понимаю, что бытует мнение, что порции опарыша хватит не для того, чтобы поймать мешок рыбы. Да, такое может случиться один раз в году, может быть, еще реже. Вот, когда просто ты попадаешь на дурный жор. Но в большинстве случаев рыбу нужно раскамливать, и даже из плохих ситуаций, плохих мест вытягивать максимум. А для этого нужно рыбу чем-то удивлять. И вот животные компоненты, их наличие, их ассортимент, это тот фактор, который позволяет вам выделиться на берегу и удивить рыбу там под водой. Всем рекомендую пользоваться нашим сервисом. Кто пользовался, пишите отзывы в комментариях. Я их все читаю. Если есть какие-то спорные моменты, мы все просматриваем. И всегда мы на стороне клиента. Если случилось какое-то недоразумение. Такое тоже. Я его видел уже. Такое тоже иногда бывает. Но, причем, у нас очень клиентоориентированный сервис. У нас лучшие цены. У нас лучшее наличие. И мы стараемся сделать этот сервис таким помощником каждого рыбака. Поэтому ссылочку я оставляю в описании. Вы можете посмотреть ассортимент, воспользоваться, заказать, проверить, посмотреть. Обращаю внимание, что возможность доставки, она абсолютно разная для жителей Киева. Это может быть самовылаз. Это может быть доставка на такси. Это может быть отправка новой почты. Именно такой опцией пользуется большинство рыболов, которые находятся вне города Киева. Которым удобно, чтобы пришла посылочка. Вот эта посылочка, она абсолютно герметична. Она сохраняет температуру. Живодинка приезжает свежий. Словом, ну попробуйте. Это я уже столько нарассказывал. Надо хоть рыбу еще поймать. А спрейчик-то работает. Это один из немногих спрейчиков, которые мы сейчас финишируем в разработке. И он, наверное, со следующего года будет доступен. Он архисекретный. Я не верю в спреи. Но спреи, которые меняют вкусовое наполнение наживки, они очень яркие в использовании. То есть спрей, который попадает на червяка, на опарыш, он создает с ней, с этой наживкой реакцию, видимо, не сильно приятную в этой наживке. Вот наживка начинает трипыхаться неимоверно. Плюс спрейчик имеет свой очень стойкий аромат и вкус. Это архиважно. Потому что большинство спреев, они имеют исключительное восприятие рыбаками. Да, он красиво пахнет, имеет какой-то цвет. Но это все пустое, потому что попадая на наживку, оно смывается все при попадании воды. Для того, чтобы спрей работал, он должен быть на наживке. Он должен быть на наживке, ну, как минимум, там, несколько минут для того, чтобы приманить рыбу. Иначе его эффективность равна нулю. У меня корм уже закончился. Вот это последняя. О, да! Вы представляете, как мы собрали этого подлещика, когда вокруг все скучают. А мы с Сергей Павловичем просто, ну, надоело уже нам его тягать, этого подлеща. Мы уже даже не встаем. Но удивительно, рыба укропняется. То есть, если утром это было 150-200, то сейчас это там, ну, 250, может быть, 400 даже в некоторых рыбах. Как приятно ты забился. Не, они реально стали крупнее. 400, может, и нет, но где-то около того. Такой красавчик. Снова со спрейчиком. То есть, мы сейчас с вами в ничью выходим, да? На этом забросим. Белоножка. Ну, клевало, как лезь, а получилось, как всегда. Кто ты? Где ты? Оба! Какой я... Молодец. Молодец. И знал же, понимаете, что будет так. И поводок вязать я не хочу совсем. И все в слези. И все в слезяке. Подлещей просто стена. Вот смотрите, это тык-тык-тык-тык-тык. Это вот как раз и есть эта покрелка подлеща. Она такая шатающая. Он досматривает там мотыля. И время самое подсекать. Мимо. Это тот монтаж, который я применяю сейчас. Это скрутка из резины. Специфическая. Качественно очень связанная. Со стопорными специальными узлами, которые позволяют этой резине не рваться. И наша любимица-кормушка. Так. А теперь коротко о насадке. Дело в том, что одну и ту же насадку можно попарыша, пинку, червячка можно по-разному насадить. И я пробовал насаживать мотыля хаотично. Ну условно брать пучок жмут мотыля и насаживать такой пакован. Да? Прекрасно клюет подлещ. Но в этом случае он его неправильно всасывает в рот. И как следствие рыба не засекается. Идут классные поклевки. Но все мимо и мимо. А сейчас я продемонстрирую вам насаживание такой классического пакована лещового. Это мотыль за один из краешков. Давайте так назовем это. И вот так эта насадка выглядит. И именно вот такая насадка сейчас нам принесет подлеща. Я вам гарантию даю. И сейчас вам это продемонстрирую. Кормушка упала. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Сейчас как шваркну его. Все как. Не вкусно? Иду. Иду. Не могу. Просто лещ меня тянет. Так. Не отдам и не пущу. Я тебя все равно сломлю. Хоп. Добрал. Идем, идем. Окей, а кого мы ждем? Горька. Та больше вы ее попробуете. Прям таким. Горчак. Горчак. И видите какая она. Ну она в труху сухая. Она должна быть это. Да ничего страшного. Там столько рыбы стоит. Я просто не хочу ничего. Слушайте. Даже не сильно еще и пахнет. Не забродило? Ну. Чуть-чуть. Ну. Зато какой у меня сейчас корм получился. У меня мотыль еще есть, Алексей. Да, у нас тоже. Должен быть по крайней мере. Я еще не отмечу. А вы в прикормочку его давайте. Скоро, в принципе, можно было бы и не жарить. Пользуйтесь кориандром. Напишите в комментариях ваши... О! Гляньте, гляньте, лезь клюет. Гляньте, 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 гляньте. Василий. Вообще стеной стоит. Сейчас 2 секунды леща вытащу, 2 секунды и прихожу. Просто клюнул на 3 секунде. Я просто не хочу... Не хочу обрывать поводок. Или не вязать просто. А тут у меня есть бобинка. Наша маленькая гордость, уникальный продукт, уникальная сетка, уникальная форма. Реализовали наше желание и фантазии. Там 3-ка есть. Ну, 3-ки может нет, но 2,5-ки типа есть. Ну, давайте я подержу вам голову. Есть? Чик. Оп. Садитесь на этот. Берете миску. И на таранку ничего. Нормально. Дело в том, что кроме меня никто не ест, поэтому это с головой. Здесь реально, вот если сесть по-спортивному потренироваться, но люди думают, мы реально издеваемся над ними. Думают какие-то невменяемые. Типа, что у них в 10-е секунда клюет рыбу. Палыч, правда, очень старался. Вот очень. Он их вот прям сюда затягивал и потом отцеплял. Оп. Оп. А можно вот, ну, хоть, хоть, хоть такую фоточку. О, это больше. А он просто бывает в этот клин вот такой заходит. Такой же. Сантиметров 60 сделать, да? Ну, меньше можно. У меня сантиметров 15. Я сегодня перепробовал жесткие фидергамы. На них классно клюет, но очень плохо засекается. Ну, и сходит по пути. Сейчас получится. Ну, ложите куда-то сюда. Сейчас, я думаю, что мы еще поймаем. Может, крупнее. И с таким перебором мы дошли до вот этого монтажа в определенной длине. То вы дождите, дождите, дождите. Оп. Ну, у вас хоть подсечка уже людская стала получаться. Не то, что у Сири Павловича. Сири рыбу нормальную поймали. А то так кажется. Не, ну, крупнее. Ну, у нас какой-то момент, ну, мы их, видно, раскормили, мы не отходили, и вот они реально укропнились. И она уже... Бурьянчик? Это где-то метно-серис-полтора. Такого вы сильно не спешите, чтобы он нет. Угу. То я его перетащил. Так. Ну, это ж... Оп. Чем-то лучше. Ну, да, 400. Сейчас, сейчас, сейчас. Все ради... Ради хорошего кадра. Оп. О-оп. Кормушечку сейчас покажем. Ох, кормушечка-то какая. Монтажик-то какой. Мы вот все думаем. Думаем, первое на ценообразование. Кормушки? Да. Вот сколько, по-вашему, должна стоить вот такого уровня? Ого. Хорошая кормушка. Мы сейчас, типа, на... Оля, 70-75. Все-все, сидит, 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 давайте его. Хопа! Оно так все обманчиво, я вам скажу. Ты себе кидаешь, тянешь. Как-то не вымылось. Да, да, да. У меня плотка, я тянул такую хорошую плотку, слышите? Хорошая. Я думаю, что это одна рыба, это среднестатистический улов местного рыбака за день. Поклевки не видели, да? Клев чумовой, рыба за рыбой. Надоело, сейчас уже будем заканчивать, взвешивать наш глазами улов, потому что там, ну, наверное, за 10 килограмм точно. А чего глазами? У меня и снесли. Так, ну, пока не взвесили, можно и... Говорить, говорить, да, заворачивать результат. Да, ну, правда, у нас с Сергеем Павловичем конкурс, я напоминаю, надо угадать количество подлещиков. Количество подлещиков в нашем садке. Так что пишите комментарии. На кону классные ништяки от НХНЛ и даже уникальный прессерей Павлович. Кормушка, которая еще не поступила в продажу. Рыба есть? Есть что? Есть рыба за рыбой. Сколько поймали? 7-8, но не 9. Но не 9. Я думаю, что 10. Может, все возможно. Будем вваживать. Все, достаем садок. Я напоминаю вам про наш конкурс. Количество подлещиков в нашем садке. Давайте сейчас угадывайте и эксклюзивная кормушка от НХНЛ отправится к победителю нашего конкурса. Павлович, достаем. Ну, сколько? 6-7-8. Ну, 7, наверное, есть. Ну, 7,5. Да, нет, тут нормальный вес. Тут нормальный вес. Правильно выбранная дистанция. Правильно подобранная наживка. Алгорит правил, алгорит действий и будет такой же успех. Но вкусный чай сыграл решающую роль. Без него вообще никак. Это залог успеха в любом деле. Да, мы вот горяченький чай, тут речка. После каждого подлещика по чуть-чуть. По чуть-чуть. Сутки шутками. Ну, а давайте теперь серьезно. Подлещей мы наловили. Килограмм 10 в пароле. И это мы не то, что не напрягались. Мы даже баловались. Мы просто баловались. Мы игрались, мы гулялись. Работал у нас. Мотыль на крючке. Короткий поводок. Животинка от НХНЛ. Нарезка опарыша. Подсыпали понемножку мотыля. В общем, вот таким вот способом мы поставили рыбу в темп 10-15 секунд. И эти подлещи просто валили как не в себя. Сейчас взвесимся, узнаем вес их. А, очередной конкурс. Очередной конкурс. У нас вес общего улова. Давайте мы сейчас попробуем угадать. И подлещика вы сейчас будете полы считать. У нас рыбалка удалась. Пусть она и удастся и у вас. Попадайте на клев. А для этого нужно непременно ездить на рыбалку. И, конечно же, использовать животинку, заряженную на успех от рыболовного клуба НХНЛ. Всем пока. С вами был Алексей Страшный. До новых рыболовных дней.